3 декабря в Большом зале спортивной школы на улице Кандова спрошел традиционный международный турнир по карате «Балтик Фунакоши Капа». В этом году в нем приняли участие около 200 юных спортсменов из многочисленных клубов Прибалтики. Соревновались ребята в двух дисциплинах – ката-комплексы и кумите-поединки. Победителям были вручены кубки Фунакоши. Всего за день было разыграно 40 комплектов медалей и 12 кубков. Наш город был представлен ребятами из Академии ЛФСКА. Победу в своей возрастной категории одержала долговпилчанка Александра Петровска. Кроме того, в этих соревнованиях наши каратисты завоевали 4 серебряные медали и 6 бронзовых. Два дня в долговпилсе проходили игры Балтийской лиги среди мужских и женских команд. Если говорить о волейболистках миладз, то они в обеих встречах уступили своим соперницам. В субботу наши девушки проиграли представительницам эстонской команды Кахила 0-3, а на следующий день их ждало еще одно поражение на сей раз от Елговы ЛУ. Матч завершился со счетом 1-3. В обеих встречах лучший результат в составе миладз показала Элзес Милушкалны. В игре с эстонками она набрала 11 очков, а в матче с елговской командой – 13. Согласно данным турнирной таблицы, воспитанницы Жанны Занегиной пока находятся на седьмой позиции, а лидируют в чемпионате Кауна с АЭСУ. Следующую игру наши девушки проведут на своей площадке 17 декабря против лидера первенства. Нелучшим образом сложилась игра и у мужской волейбольной команды. В субботу игроки ДУ в пяти сетов уступили Ярмама, а на следующий день их ждало разгромное поражение от Пярну 0-3. В первый день лучший результат показал Эрик Воронько, набравший 23 балла, а во второй игровой день к нему присоединился Максим Сергеев. Оба заработали по 11 очков. После двух поражений Даугавпилс Уннаверседат опустился на 10-е место турнирной таблицы. А следующую встречу наша команда проведет 17 декабря на выезде против РТУ Робеш-Сарзе. В воскресенье 4 декабря на площадке Даугавпилского Олимпийского центра прошла очередная игра высшей лиги по футзалу. БФЦ Даугавпилс принимал команду Петров. Эта встреча завершилась ничейным результатом 5-5. Хэтрик в матче оформил Дмитрий Закружевский, а дубль на счету Александр Алексеева. Оба представители Даугавпилской команды. Таким образом, наши игроки смогли пополнить копилку лишь одним очком, которое не помогло им улучшить положение в турнирной таблице. На данный момент БФЦ Даугавпилс находится на шестом месте. Лидирует же в чемпионате неоднократный чемпион Латвии футбольный клуб Никкорс. Следующую игру Догавпилчане проведут 17 декабря на выезде против лидера турнирной таблицы. Очередная игра Латвийской новой женской баскетбольной лиги чуть не завершилась провалом Даугавпилской команды. Лидер турнирной таблицы едва не уступил сопернику из Огры. Уже в первой четверти лидерства захватили гости, которые переиграли воспитанницы Николая Романенко 21-17. Во второй 10 минутке они закрепили результат 15-9. И лишь в середине третьей четверти наши спортсменки показали, кто в доме хозяин, отыграв у Огры 7 очков. Но самой разгромной для игроков Марики Салцевича стала заключительная 10-минутка. В ней безоговорочную победу праздновали Догавпилчанки 25-0. Итог встречи 72-50 в пользу Даугавпилс университата. Такой подарок сделали наши девушки своему тренеру на юбилей. В субботу 3 декабря главному баскетбольному наставнику Даугавпилса исполнилось 65 лет. С этим событием мы его от души поздравляем. Побольше радости от побед родной команды и поменьше горечи от поражений. И пусть в этом сезоне именно Даугавпилс университата станет чемпионом лиги. Настоящий разгром устроили игроки Даугавпилсалда Зекарга своим соперникам. В минувшее воскресенье они переиграли команду с Юрмала со счетом 16-2. Первую шайбу ворота соперников наши хоккеисты забросили уже на первой минуте матча. Всего же за пять первых минут воспитанники Юрия Агурекина четырежды зажигали красный свет за воротами Кристопа Данилова. Из 16 шайб 3 забросил Владислав Цибульский, который стал одним из самых результативных игроков этой встречи. Согласно данным турнирной таблицы, лидером все еще является Лепая Юниорс. На второй позиции расположился Тукомс на третьей Вента 2002. Даугавпилсалда Зекарга находится на четвертом месте. Следующую игру наша команда вновь проведет на своей площадке. 10 и 11 декабря долговпилчане сыграют с Тукомсом.